Под первым снегом ущерб газонам оценить невозможно. Лишь отвалы грунта позволяют утверждать, ландшафт поврежден. Да так, что его надо переделывать. История реконструкции Московского парка Победы — это комическая история бюрократии, которая обойдется в сумму семью нулями. Правда, пока не ясно, кто раскошелится. Одна из компаний выиграла конкурс на ландшафтные работы. Сумма сделки — полмиллиарда рублей. Приступили к работе весной. В августе один из участков приняла государственная комиссия. Нареканий не было. Но кто из чиновников задумался, а не укрепит ли нам еще и берега искусственных прудов остается только гадать. Факт, что объявили новый конкурс, победила другая компания и приступила к работе. Понятно, что до берега техники необходимо было добраться. Единственный путь — подремонтированным газонам. Как итог, ландшафтные работы можно начинать заново. Другой подрядчик выигрывал береговое укрепление прудов, пейзажного, фигурного, южного и северного канала. Это разогревалось отдельным тендером. После того, как мы сдали участок в эксплуатацию, сошли подрядчики на берегу укрепления. Подобный подход к комплексному благоустройству удивил многих, но не руководству Московского парка Победы. Хотя в разумительного ответа аналогичный вопрос, почему нельзя было сперва укрепить берега, а потом уже высеивать на них, скажем, траву, получить не удалось. Пообещали, что газоны восстановят. За чей счет — вопрос риторический. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!